Продолжение следует... Продолжение следует... Традиционно скажу, что вебинары мы проводим раз в месяц, иногда даже чуть-чуть чаще. И, например, прошлый вебинар, который был у нас 30 октября, собрал больше 130 зрителей. Мы говорили тогда, если помните, о Черногории, говорили о Чехии, говорили о Болгарии, говорили о Грузии. И, соответственно, интерес был большой, вопросов было много. И сегодня мы будем говорить и о тех же странах, о которых говорили раньше, и о нескольких других. И давайте я сейчас все-таки представлю наших экспертов, потом небольшое вступительное слово, и мы уже начнем личное общение. Итак, с удовольствием представляю Карлена Калашана, руководителя компании Property Selection. Карлен, здравствуйте, вы меня слышите? Да, добрый день, я вас слышу отлично. Отлично. Карлен представляет компанию, которая работает сразу с несколькими странами. Ну, насколько я понимаю, территориально вы сейчас находитесь в Латвии. Да, в Болгарии. Но, кроме Латвии, компания Карлена работает с такими направлениями, как Финляндия, Франция, Португалия. Направления все входят в определенный топ, которым интересуются покупатели, недвижимости, говорящие по-русски. С удовольствием представляю Михаила Храпкина, директора компании BMG Invest. Здравствуйте, Михаил. Добрый день, Филипп, здравствуйте. Михаил представляет компанию, которая работает с рынком Германии. Ну, о Германии мы говорить будем тоже сегодня очень подробно, потому что рынок интересный, перспективный, по очень широкому спектру направления. И вот у нас в чате, то появляется, то исчезает, еще один наш собеседник. С удовольствием представляю Горяна Врубанова, директора компании New Estate. Горян, видите, слышите нас? Слышу, вижу, да. Отлично. Горян Врубанов представляет одно из ведущих агентств Болгарии, которая занимает продажи недвижимости в этой стране, которая по-прежнему удерживает в рейтинге первое место, ну, в рейтинге предпочтений покупателей недвижимости. И перед тем, как уже начать общение с Горяном, поскольку начнем мы сегодня с Болгарии, хочу обратить внимание всех слушателей вот на что. У нас есть чат, в котором вы можете задавать свои вопросы. Вопросы всем участникам сегодняшнего вебинара. Сразу хочу сказать, даже когда мы общаемся с каждым из участников, в любом случае на вопросы есть кому отвечать. Есть, что называется, специальные люди, которые будут отвечать на ваши вопросы по Болгарии, по Германии, по Латвии, по Финляндии, по Франции, по Португалии. Соответственно, если есть вопрос, задавайте его в чате. Какие вопросы мы успеем ответить, ответим в прямом эфире. Нет, вам ответят, безусловно, в чате. Вот, посмотрите, например, эксперт по Латвии уже выдает свои координаты. Есть какие-то вопросы по недвижимости Латвии, просто в чате пишите, получаете ответ. По поводу, вот первый вопрос, по поводу записи предыдущих вебинаров, где их можно посмотреть. Да, мы ввели запись предыдущего вебинара. Сейчас мой коллега скинет ссылку. Вот при Unru Workshops вы находите тот вебинар, который вас интересовал. Напомню еще раз, что 30 октября у нас был вебинар, посвященный Чехии, Черногории, Грузии и Болгарии. И вот ссылка на запись на YouTube на канале Preun.ru. Там тоже этот вебинар можно посмотреть. Собственно, все два часа записи. Итак, переходим от слов к делу, точнее, уже к другим словам, к другому общению, к общению с моим коллегой из Болгарии. Перед тем, как мы начнем уже дискуссию, я хочу просто три факта сообщить, которые журналисты Preun.ru опубликовали по Болгарии буквально за последние несколько дней. Первый факт весьма интересный, особенно в преддверии зимнего сезона. Болгарский курорт Банска признали самым дешевым горнолыжным курортом в Европе. Здесь семья из четырех человек на неделе проживания, катание, прокат лыж, уроки катания на лыжах – 2100 евро на четверых в неделю. Такие расходы. Для сравнения, например, в Сочи – 2800 евро и третье место в этом рейтинге. То есть, несмотря на все не самые веселые вещи, связанные с девальвацией рубля, связанные с девальвацией гривны, традиционно Болгария остается по-прежнему местом весьма доступным. Вторая новость. К ноябрю 2014 года в Болгарии недвижимости продали на 1 миллиард евро. Сумма весьма и весьма приличная, что показывает хорошую динамику на болгарском рынке. И третья новость, которая тоже весьма и весьма характерно говорит о нынешнем состоянии, если не болгарского рынка недвижимости, то Болгарии в целом. Опубликованы данные по средним пенсиям в Болгарии. Так вот, средняя пенсия в Болгарии составляет на сегодня 158 евро. Ну, давайте, с ученым колебаний курса рубля, если говорить о сравнении с рублем, то средняя пенсия не превосходит 10 тысяч рублей. В каких-то регионах она больше, в каких-то меньше. Но, в общем, на этом фоне неудивительно, что иностранные пенсионеры с удовольствием переселяются в Болгарию на временное или постоянное проживание. Первое, сразу вижу несколько вопросов, которые задают нам наши участники. Вот шесть стран, о которых мы подробнее поговорим сегодня, еще раз повторюсь. Это Германия, это Болгария, это Франция, это Португалия, это Латвия, это Финляндия. Следующий наш вебинар состоится 11 декабря. Это будет большой новогодний вебинар. Грецию мы обязательно планируем на 11 число. Чуть ближе к сроку мы уже точно программу из следующего вебинара вышлем. Пока можно просто зарегистрироваться. Страничку, на которой регистрация на следующий вебинар сейчас появилась на экране. О Франции мы будем говорить сегодня. Об Испании сегодня несколько слов скажу сегодня об Испании. Но более подробно, естественно, мы будем говорить уже с экспертами. Сегодня у нас в Испании в такой расширенной программе нет. Ну что ж, все. Прелюдия закончена. Горян, добрый день еще раз. Добрый день, телевизор. Добрый день. Давайте, одна из новостей, ну, те три новости, которые я сказал, показывают, говорят, в общем, о некой популярности, постоянной, перманентной популярности Болгарии для российских покупателей. Насколько я понимаю, ваша компания работает на вторичном в основном рынке? Да, Филипп, это точно. Мы работаем только с индивидуальными продавцами, с индивидуальными покупателями. Мы, это такая политика компании, мы работаем с застройщиками. Тогда, естественно, вопрос, связанный с тем, а что же сейчас происходит на вторичном рынке Болгарии. Сейчас, ну, в средствах массовой информации, неопрофильных, периодически проскальзывает информация о том, что русскоговорящие покупатели, не только россияне, россияне, украинцы, то очень активно покупают, то очень активно продают. Как вам видится эта ситуация? Таиланд, Таиланд. Первый актив, который они как-то поставляют на продажу, это недвижимый зарубежок. В связи с последними как-то геополитические проблемами, можно сказать, или в ситуации, появился какой-то рост на продавцах. К сожалению, я вижу, у нас какие-то небольшие проблемы со связью. Надеюсь, что связь сейчас с Болгарией восстановится. Пока небольшую паузу берем. Значит, появились некоторые вопросы. Вот у Елены как раз вопрос по Болгарии. Частное мнение, что именно в Болгарии возможно повторение украинского сценария, то есть внутренние противоречия и беспорядки. Я был, Елена, в Болгарии в августе этого года. После этого мои коллеги были там в сентябре. Я скажу, что нет никаких особых проблем, связанных с какими-то трудностями в общении, с каким-то негативом, связанным к приезжим в Болгарии нет. Действительно, в Болгарии со стороны может показаться не самая простая ситуация политическая, потому что там действительно есть некие внутренние противоречия между партиями. Но, слава богу, сама страна в целом, можно так сказать, гораздо более едина. И эти внутренние противоречия, они гораздо менее агрессивны. То, что происходит на Украине, к сожалению, очень тяжело. Это тяжесть для всех, и для украинцев, и для всего мира. Это на самом деле очень серьезная проблема. Но, в общем, можно сказать, что таких проблем по Болгарии, на мой взгляд, не будет. Вроде как, Горян появился снова. Горян, какая-то была техническая заминка. Вы снова с нами. Отлично. Слышите меня, да? Слышу. Отлично. Итак, Горян, тогда конкретизирую свой вопрос. Что сейчас происходит с ценами на вторичном рынке? Цены на вторичном рынке продолжают двигаться вниз. Значит, в прошлом году мы отметили как-то 5% снижения цен. Я думаю, что до конца 2014 мы увидим еще не больше, чем 5% снижения цен. Скажите, пожалуйста, с чем это в первую очередь связано? Ведь цены на нефть сейчас снижаются. Курс евро по отношению к рублю, курс евро по отношению к гривне растет. Соответственно, рубль-гривна дешевеет. А граждане России и граждане Украины – это весьма солидная доля покупателей. Не получается ли так, что покупательная способность основных болгарских покупателей снижается? Ну, Филипп, да, такой параллель, конечно, можно сделать. Скажем так, конечно, цена не имеет какой-то прямой эффект, но если есть какая-то формула, по которой можно исчислять недвижимость в Болгарии, можно сказать, что цена является важной компонентой этой формулы. Конечно, не влияет очень много на покупательность, способность с россиянами, поскольку россиянами является, можно сказать, 75-80% из покупателей вторичной рынка недвижимость в Болгарии, тогда, конечно, цена нефти нагляет на цена недвижимость в Болгарии. Можно звучать как-то парадоксально, потому что цена нефти недвижимость в Болгарии звучит очень разной вещью, но на самом деле такой параллель есть. Тогда следующий момент. Скажем, год назад 1 миллион рублей, это была сумма, равная примерно 25 тысячам евро. Сейчас эта сумма меньше 20, это, скажем, давайте возьмем цифру 18-17-18 тысяч евро. Отталкиваясь от такой цифры, что такое сейчас недвижимость в Болгарии за 18 тысяч евро, 18-20 тысяч. Горян? Нет, похоже, у нас в Болгарии сегодня прям-таки какие-то серьезные проблемы со связью. Надеюсь, что через несколько секунд опять связь восстановится. Но давайте еще дадим одну попытку нашим коллегам из Болгарии, и потом, если что, просто перейдем в другой формат. Итак, Горян, видите, слышите нас? Нет, к сожалению, похоже, со связью сегодня определенные трудности есть. Ну, будем надеяться, что Германия страна более стабильная, чем Болгария. Будем надеяться, что со связью с Германией особых проблем не будет. Пока связь восстанавливается, я на несколько вопросов отвечу. По Италии попробуем к 11 декабря мы тоже найти эксперта, который сможет грамотно рассказать по основным направлениям. Я думаю, что вот кто-то из слушателей сейчас интересовался Италией. Если можно, только подписывайтесь на свои вопросы. Горян, кажется, я вижу вас снова. Горян, не слышите меня? Видите? Слышите? Пока я вас только вижу, не слышу на связи. Какие-то у нас все-таки действительно сегодня на линии проблемы. Горян, вот я вас не слышу совершенно. Сейчас как? Пока еще хочу обратить ваше внимание на то, что по Финляндии, по Латвии. Сейчас, я думаю, что... Сейчас, я думаю, что... Сейчас, я думаю, что... Горян? Все. Да, я здесь. Слышу вас. Скажите, что не хочешь? Слышите ли вы? Я здесь. Слышу. Продолжим. Да, отлично. Продолжим. Еще один вопрос. Горян, сегодняшний рынок в Болгарии, это покупатель? А, вот, можно таковаться, насколько можно снижать цену, насколько можно рассчитывать на более выгодные цены в Болгарии? Слышите? Вопрос. Сегодняшний день рынок... Слышу рынок покупателей. Значит, покупателей сейчас просто не превещает... Вы меня слышите, Филипп? Покупатели... Сейчас... Вы знаете, я думаю, давайте, может быть, поступим сейчас следующим образом. Пока связь не очень надежная с Болгарией, давайте сделаем так. Мы сейчас на несколько секунд... Прервемся или, Горян, все-таки слышите нас? Вроде говорят, наладилась связь. Я слышу, я, да, я слышу. Слышу, слышу. Окей. Тогда еще раз, два вопроса последние, на которые не удалось выслушать ответ. Все-таки, нынешний рынок, это рынок покупателей или рынок продавца? И Болгария за миллион рублей, что это такое сегодня? Значит, отвечаю очень коротко, поскольку связь не очень хороший. Значит, сейчас рынок, это болгарский рынок, это вторичный бизнес, рынок покупателей. А что можно купить за миллион рублей? Значит, миллион рублей, 18 тысяч евро. Сейчас в Болгарии можно купить очень хорошую студию, это однокомнатная квартира, на, скажем так, 200 метров от моря. А 25... Нет, похоже, сегодня не болгарский день. Это стопроцентно, потому что связь опять прервалась. Какие-то слова отдельно не слышу. Давайте поступим все-таки, господа, следующим образом. Вы пока задавайте вопросы, если у вас есть какие-то вопросы по Болгарии. Горян, ну давайте делайте еще одну попытку. Вроде как опять здесь вы с нами. Да, миллионы рублей, я не знаю, вы слышали, что я сказал, 18 тысяч евро, да? 18 тысяч евро дает... Можно купить студию ближе 200 метров от моря. Если мы говорим о горнолыжных курортах, на горнолыжных курортах какие сейчас цены? Скажем, тот же Банск, который признан самым недорогим горнолыжным курортом Европы. Значит, в Банску можно купить за 18 тысяч евро двухкомнатные квартиры. Это не очень часто встреча, такие предложения не очень много, но есть. А студию как-то однокомнатные квартиры можно купить за 10-15 тысяч евро. Можно сказать, что цены на горнолыжные курорты на 15-20% ниже, чем недвижимость у моря. Скажите, пожалуйста, а вот, опять же, если мы говорим о недвижимости, ну, условно говоря, совсем недорогой на вторичном рынке, что будет происходить с этой недвижимостью, по вашим прогнозам, в начале следующего года? Скажем, к лету. Предположим, что курс гривны, курс рубля, ну, стабилизируется в нынешних отметках. Насколько цены будут расти, насколько они будут снижаться, что можно ожидать от продавцов на вторичном рынке? По моему мнению, я думаю, что какие-то катастрофические сценарии не надо ожидать. Я думаю, что цены будут продолжать снижаться чуть-чуть пока, 2-3-4% в год. Потому что надо иметь в виду, что когда цены достигнут какой-то порог, подключаются другие покупатели. За 10-15 тысяч евро Болгария начинает покупать активно тоже. Так что есть такой момент, что если россиян, как покупатель, неспособность продолжает снижаться, и интерес не будет такой большой, люди из других стран подключатся. Потому что недвижимость за 10-15 тысяч евро всегда будет спрос на такая недвижимость. Ну и тогда еще в завершении буквально пару вопросов. Нынешняя ситуация, от наших слушателей тоже был вопрос. В Болгарии политическая ситуация, по крайней мере по сообщениям СМИ, кажется не очень стабильной. Насколько это все в самой Болгарии ощущается? То есть то, что появляется одно правительство, потом появляется другое. Как это влияет на рынок, как это влияет на положение дел в стране? Значит, на рынке вообще никакого отражения нет. Были политические процессы, и три года у нас были четыре выборы. Ну сейчас все овладилось, у нас очень стабильная коалиция. Я думаю, что это правительство будет у власти в следующие четыре года. Но знаете, политика здесь как-то не отражается так много на самый бизнес. Потому что все-таки бизнес это бизнес, 90% болгарская экономика частные руки. Так что вообще не надо на политические процессы, не отражается так много на цены на движение в Болгарии. Рынок все-таки, это все-таки рыночная экономика. И самый важный момент... Мы прекрасно услышали только что про самый важный момент. Самый важный момент. Горяна, вы нас слышите? Похоже, опять какие-то небольшие проблемы со связью на линии. Так, вы знаете, ну ладно, я думаю, что... И тут как раз сразу вопросы пошли. Легко ли можно будет потом продать квартиру, купленную в Болгарии? Интересуют коммунальные платежи? И знаете, давайте еще... Вот, чтобы обратить ваше внимание, вот все вопросы, я сейчас параллельно их в рамках возможного отслеживаю, по результатам этого вебинара, на все вопросы, которые прозвучали в вебинаре, даже не относящиеся непосредственно к тем странам, которые мы сегодня предоставляем, будут ответы, будет сделан отдельный материал. И этот материал мы вышлем всем, кто был зарегистрирован на наш сегодняшний вебинар. Соответственно, про коммунальные платежи, про то, насколько легко продать квартиру, купленную в Болгарии, мы, безусловно, расскажем, в том числе и с помощью наших экспертов. К сожалению, вот видите, их не очень хорошо слышно. Вот вопрос, как украинские покупатели могут перевести деньги в связи с ситуацией на Украине. Тоже вопрос, я думаю, что в частной беседе с представителями компании New Estate этот вопрос можно задать. Да, если цена рыночная, то продать квартиру можно достаточно быстро. Вот, собственно, консультант по Болгарии, я вижу, включился в наш разговор. Я сейчас прошу сообщить, не готов ли к общению наш консультант по Германии. Я думаю, что, может быть, правильнее будет сейчас просто переключиться в другую страну, поскольку по Германии у нас разговор тоже предстоит очень серьезный. К сожалению, видите, вот связь с Болгарией немножко нас подвела. Но ничего страшного, давайте я сейчас просто пару слов по Германии скажу. Михаил, здравствуйте, я вас вижу. Как у вас со связью? Добрый день, спасибо. Все наоборот, коллеги. Отлично. Михаил, перед тем, как начать говорить о Германии, буквально пару слов. Дело в том, что портал Прианру регулярно проводит опросы среди своих посетителей, среди тех людей, которые интересуются зарубежной недвижимостью, находятся на той или иной стадии сделки. 15 тысяч человек в день – это весьма солидная аудитория, 15-20. И это помогает нам говорить о том, что результаты опроса весьма репрезентативны. Так вот, каждый год мы по осени задаем примерно один и тот же вопрос, немножко по-разному его формулируя, но суть в одном и том же. В чем интерес покупателей и с какой целью они приобретают сейчас недвижимость? По сравнению, с 2013 годом две группы покупателей увеличились и очень значительно. Более всего увеличилась группа покупателей, которые рассчитывают приобрести недвижимость тем, чтобы жить в ней не сейчас, а в какой-то отдаленной перспективе. И вторая группа покупателей, которая тоже выросла и выросла, ну, менее значительно, но все-таки возросла, это те, кто воспринимает недвижимость как способ сохранить свои деньги. И вот, говоря с Михаилом, мы, естественно, этой темы не можем не коснуться. Тем более, говорить будем о Германии. Рынок стабильный, рынок, ну, скажем, исключение, можно сказать, из всех рынков Европы. И как раз этот вопрос мы тоже сейчас обсудим. И вот последняя новость, которую мои коллеги, журналисты при Анру сообщили. В третьем квартале 2014 года цены на недвижимость в Германии увеличились в среднем на 5,2%. Эта цифра, ну, 5,2, ну, не всех она может сильно впечатлить, но давайте не будем забывать, что, во-первых, речь идет о ценах в евро, и, соответственно, ну, результат получается очень-очень приличный. Михаил, давайте я начну с такого общего вопроса, а потом будем уже говорить конкретнее. В чем все-таки, как бы вы определили секрет успеха немецкой недвижимости и немецкого рынка недвижимости в целом? Какие показатели основные, в чем загадка? Почему, когда везде кризис, рынок Германии, безусловно, тоже к кризису подверженный, все равно хоть на копеечку, но растет? В чем секрет этой стабильности, как бы вы его описали? Коллеги, есть несколько аспектов, являющиеся определяющими в выборе стороны для инвестирования. Квартиры и дома в Германии – это одно из самых интересных предложений на рынке европейской недвижимости. Во-первых, это наиболее стабильный рынок, с этим сложно спорить. Во-вторых, имеется много интересных предложений для покупателей недвижимости разного уровня, от элитных квартир и до домов жилья эконом-класса. Германия – одна из стран с самой большой доходностью на рынке недвижимости. В наличии явно недооцененность рынка недвижимости по отношению к другим рынкам. Недвижимость в Германии могут достаточно легко купить иностранные покупатели. Правительство в свое время сделало все возможное для того, чтобы привлечь инвесторов. Упрощены условия оформления документов на собственность. В немецких банках стабильно низкие проценты наградитования недвижимости на сегодняшний день составляют всего около 2,5-3% годовых. С прочной процентной банковской ставкой от 10 лет. Цель инвестиций выше всего купить квартиру в Германии эконом-класса. Из нашего опыта я могу только сказать. Такое жилье проще всего сдать долгосрочную аренду. Мы говорим, безусловно, о доходной недвижимости. Это наше основное направление. Михаил, я попрошу сразу уточняющий вопрос. Вы сказали о том, что в немецких банках очень хорошие условия получения ипотечного кредита. Насколько этот кредит реально сейчас могут получить иностранные граждане? Насколько это реально? Какова процентная ставка для них? Каковы условия? Процентная ставка для иностранцев не имеет никакого значения. Это россиянин, украинец или, в принципе, гражданин какой-то европейской страны. Процентная ставка лежит в районе около 2,5% годовых, максимум до 3% в зависимости от банитета клиента, то есть от платежеспособности. Я не могу сказать, что это 100% можно обеспечить финансирование, но в подавляющем большинстве случаев наша компания вопрос финансирования решает. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о ценах, я в чате видел, тоже ваша коллега уже отвечала на вопрос. Предположим, у гражданина есть интерес сохранить свои сбережения. Сейчас о больших цифрах он, возможно, не думает. Какие цифры в Германии, по вашим ощущениям, реальны? Первый вопрос. И второй вопрос, каков порог входа? Традиционная такая забава, традиционно, что интересует. С какой суммой можно не чувствовать себя лишним на этом празднике жизни? Мы можем говорить о пороге входа от 20 тысяч евро за квартиру эконом-класса. Площадь приблизительно от 30-35 квадратных метров, находящаяся в нормальном районе, в средне крупном городе, скажем так, с населением 200-300-500 тысяч человек. Несколько примеров, что это за города, ну, по названиям, например. Например, это общие известные города, я думаю, для россиян, в частности, это Эссен, Дортмунд, Воперталь, Бухум, Дуйсбург, таких города. По немецкому крупные города, по российским, может быть, не такие, но в Германии всего лишь 4 миллиона города. Все остальные города именно с населением крупные, это от 200 до 700 тысяч населения. Михаил, правильно ли я понимаю, что схема, о которой вы говорите, это приобретение квартиры, в которой на данный момент уже есть арендатор? То есть вы покупаете квартиру не для того, чтобы жить самому, а для того, чтобы получать доход от сдачи в аренду? Безусловно. В Германии есть такая специфика, она основана и на менталитете немцев, и на еще некоторых особенностях. Приблизительно около 59% немцев предпочитают покупать собственное жилье, не предпочитают покупать собственное жилье, а жить на съемных квартирах. Например, в Германии есть несколько интересных регионов, которые представляются максимально с точки зрения инвестиций привлекательными. Это Саксония, это район Барменхаффен в Германии и земля Северная Рейн-Вестфалия. То есть это регионы с насыщенной инфраструктурой, развитой промышленностью, наличием большого количества учебных заведений, выставочных площадок. Например, земля Северная Рейн-Вестфалия – это самый густонаселенный район Европы. Здесь проживает около 27 миллионов человек. И что интересно, инвестиции в этом регионе составляют около 27% от общественности германских. И в перечисленных регионах оптимальное соотношение стоимости недвижимости и размера арендной платы. Поэтому они наиболее интересны для привлечения инвестиций. Смотрите, вот тогда хочу еще уточняющий вопрос задать. Вот вы назвали минимальный порухой. Значит, это означает, что человек, обладающий такой суммой, может приобрести какой-то объект, и вы можете предложить ему схему, по которой он, ну, там, 6-7, ну, вы назвали даже цифру, 8% может получать. Это окончательная сумма, это чистые деньги или после этого, что он еще должен будет платить? Практически это чистые деньги, если мы не считаем стоимостью управления данной недвижимостью. То есть, если мы говорим о том, что квартира приобретена, и за нее нужно заплатить какие-то налоги или какие-то издержки, мы должны дополнительно назвать несколько величин. Во-первых, это налог на покупку и нотариальные издержки. Сейчас это они, величина это составляет в районе 10% от нотариальной стоимости объекта. Вторая издержка – это управление квартирой. То есть, если, например, инвестор приобретает квартиру и хочет отдать ее в управление. В нашей партнерской компании управление за квартиру, не в зависимости от размеров, стоит 20 евро плюс НДС, 19% годовых, значит, 25 евро в месяц. Больше издержек? В месяц? В месяц. Вы посмотрите, правильно ли я подсчитал. Предположим, квартира стоит 20 тысяч евро. Предположим, доходность ее 5% годовых. Это 5% от 20 тысяч, это славная сумма в 1000 евро. Это означает, что 1000 евро за вычетом, ну вот вы назвали 25 евро в месяц, это, соответственно, получается 300 евро в год. То есть, соответственно, 700 евро в год с такой квартирой заработать реально. Абсолютно правильно, но 5% чистой рентабельности на квартире для наших клиентов не является приоритетной, поэтому мы не предлагаем объекты, где чистая рентабельность ниже, как минимум, 7,5-8%. А с учетом, например, финансирования, если это более крупные объекты, используя банковское плечо и низкую банковскую процентную ставку, безусловно, рентабельность в этом случае достигает 9, 10, 11% годовых. Тогда скажите, вот не могу не спросить, народ сейчас подозрительный, да, есть сомнения, вот с чем связаны. Ваши предложения 8, 9, 10% в евро, они фантастические, особенно если мы сравниваем с депозитами, особенно если мы сравниваем, причем это же в валюте, да, еще эта сумма, ну для россиян, для украинцев. Получается, что, в чем здесь секрет, почему, скажем, ваша компания сама и, главное, кто продавец этих квартир? Почему кто-то отказывается от, ну, такого весьма солидного, даже по европейским меркам дохода и продает такое, в общем-то, перспективное жилье? Секрета, в принципе, нет. Понятно, что объекты, которые продаются на свободном рынке в Германии, практически стоят, ну, реально рыночных цен, может быть какая-то быть небольшая, например, скидка, если у продавца есть желание в течение какого-то короткого срока продать объект. Те объекты, в большинстве случаев, которые мы предлагаем, в принципе, в подавляющем, подчеркну, в подавляющем количестве случаев имеют, скажем, имеются должники, которые имеют проблемы перед банками. И только тот хозяин объекта, неважно, это физическое лицо или юридическое, имеющий финансовое затруднение, он не в состоянии принять ничего другого по собственному желанию или подавлению банка, он обязан продать этот объект. На примере нашей компании могу сообщить, что, например, около 60% всех объектов нами продается на внутреннем рынке. Остальные 40% реализуются на российском и других рынках недвижимости, в частности, это Украина, Казахстан, страны Восточной и Центральной Европы, Китай. Конечно, большинство это русскоязычные клиенты. Почему возникает ситуация, когда клиент вынужден продать объект? Наиболее часто встречающейся причиной является, как я уже говорил, сам займ при покупке данного объекта. Дело в том, что немецкие банки финансируют для местного населения около, слушайтесь, 100-110% от нотариальной стоимости объекта. То есть, даже с учетом иногда накладных расходов по сделке, то есть налогов. Срок таких кредитов, погашения, до 10-15 лет. В этом случае, если арендатор не заплатил за 2-3 месяца, например, то у хозяина автоматически возникают проблемы, их надо погашать из каких-то дополнительных источников, кроме аренды, то есть из зарплаты или сбережений. Понятно, что в такой ситуации увеличиваются риски. В Германии по статистике с аукционов продается в год примерно от 70 до 100 тысяч объектов. Это определенный показатель. Да, цифра действительно весьма впечатляющая. Ну вот, окей, хорошо, про 20 тысяч более-менее понятно. Но, предположим, есть клиент с суммой в 100 тысяч евро. Скажем, 100 тысяч евро – это сумма далеко не самой лучшей даже по нынешним временам квартиры в Москве или в Петербурге. Вот какую схему для человека с такими деньгами вы бы могли предложить? Что это такое может быть? Несколько квартир или, может быть, можно говорить уже о каком-то небольшом доходном доме или, возможно, какой-то коммерческий объект? Мы делим инвесторов на две категории. То есть это профессиональные инвесторы, которые понимают, в принципе, что они делают, и им рекомендовать ничего не надо. И второй тип инвестора, который, безусловно, в последнее время значительно увеличился и превалирует над профессиональными инвесторами – это начинающие инвесторы. В случае, если мы говорим, например, о сумме в 100 тысяч евро, то, безусловно, я бы всегда рекомендовал приобретение нескольких квартир. Как правило, мы не стараемся форсировать ситуацию. В разговорах с клиентом мы пытаемся понять его цели, задачи и подходим всегда с консервативной точки зрения. То есть мы всегда предлагаем, даже если клиент готов, например, инвесировать 100 тысяч, к примеру, то есть купить, допустим, 3-4 квартиры, мы всегда предлагаем не торопиться, купить одну или две квартиры, посмотреть весь процесс оформления, экономического перехода, сделать счет в немецком банке, весь этот процесс занимает приблизительно от 2 до 3 месяцев, посмотреть, комфортно ли им в этом инвестиционном проекте, понять, как происходит управление объектом, и после этого определиться, насколько мне интересно ситуации, буду ли я делать дальнейшее приобретение. То есть я никогда не рекомендую сразу же идти всей суммой инвестиции. Алло, вы меня слышите, Филипп? Да, я вас слышу, я на связи, вы меня слышите, да? Хорошо, да, ответ я ваш услышал. Следующий вопрос у меня такой. Если мы говорим все-таки о коммерческой недвижимости, что это такое? Какие схемы здесь и в чем принципиальное отличие для человека? А вот он покупает коммерческий объект или жилой? Есть ли какая-нибудь разница? Безусловно, разница есть. Особый риск коммерческой недвижимости могут вести небольшие объекты при приобретении. Например, это могут быть парикмахерские, офисы, кафе или киоски. Вы представьте, из них выезжает, например, арендатор. Надо искать либо аналогичного по профилю деятельности, либо перестраивать помещение, что несет дополнительные затраты. Если взять офисы, например, в центре городов, то они имеют повышенные риски. Например, офисы на окраинах имеют, как правило, новые офисы, достаточно парковочных мест, и для них проще добраться через центр города. Поэтому я бы не рекомендовал при незначительных суммах, инвестициях, ориентироваться на коммерческую, так называемую, недвижимость. Возможно, например, уголовок, например, 6, 8, 10, 20 кварталов, и, возможно, небольшая часть этого здания, например, первый этаж, может быть небольшое коммерческое помещение. Я даже искажу ситуацию от того, как смотрят на инвестиционные подобные объекты в банке. То есть, в принципе, чем выше площадь коммерческого помещения по отношению к общей площади здания, тем менее охотно банки эти объекты инвестиционируют. А это лакмусовая бумажка. А в чем тогда выгода? Да, пожалуйста. А в чем тогда выгода? В каком случае коммерческая недвижимость может быть более интересна, чем желая? Потому что пока вы сказали, ну, там риски понятные, а плюс какой тогда может быть? Почему все-таки эти варианты вы тоже предлагаете? Другой статус – это увеличение от стоимости от 1 евро с так называемыми яхтными арендаторами, с брендовыми названиями компаний. Мы зачастую, например, имеем в этом деле не менее надежных арендаторов, чем брендовый. Например, это могут быть банки, это может быть, допустим, почта или какие-то городские, арендатором которых, гарантом в аренде является город. Более надежные арендаторы из всех возможных. Подводя итог, еще раз говорю, коммерческие помещения имеют определенные дополнительные риски. Не важно профиль этого предприятия, какой. Тогда скажите, взаимодействие, опять вернемся к покупке жилой недвижимости. Как строится взаимодействие с управляющей компанией? Как эту компанию по факту приходится искать? И на какие моменты при выборе объекта здесь нужно обращать внимание? В этой ситуации мы можем сказать об основном профиле, который мы предлагаем нашим клиентам. Это, в принципе, покупка обычных квартир или многоквартирных домов. В этой ситуации все предельно просто. Идет замена одного арендателя на другого арендателя. Это не вызывает повышенных каких-то проблем. Есть особенность приобретения квартиры и дома. В квартирах отчисления фонд капремонта вы обязаны делать. Их величину определяет собрание собственников голосования. По домам решает сам хозяин, делать подобное отчисление или нет. Также важно знать, что не существует рекомендованных, это очень частые вопросы, или прописанных правил по проведению каких-либо работ капремонтов, например. Как снаружи, так и внутри здания. Так называемых предписаний, регламентов и так далее. В ситуации, когда один инвестор владеет домом. Как правильно выбрать управляющую компанию, вы спросили. Основными критериями являются количество управляемых объектов. Оно должно быть, ну, как минимум от 500 единиц. Лояльность клиенту, локальность. Это имеется в виду, что объекты не должны быть разбросаны на большом расстоянии по отношению к офису компании. Они должны быть в так называемой шаговой доступности. То есть максимум полчаса, час езды от офиса. Меня очень часто удивляют некоторые компании управления в Германии, которые имеют объекты, разбросанные по всей Германии. Кровенно говоря, я просто не понимаю, как они ими управляют. Важным также фактором является наличие отчетности и контакта на русском языке. Безусловно, подавляющее количество компаний – это немецкие компании, несмешанные. Иногда они имеют каких-то англоязычных сотрудников. Но если мы говорим о России, Украине и других странах русскоязычных, то, безусловно, это очень важно. Также должно быть современное программное обеспечение. И должна быть работа хорошая с поставщиками и подрядчиками. Ну и стоимость, конечно, определяет тоже очень важный фактор. Стоимость управления должна быть от 20 до 30 евро за объект. Не в зависимости, повторяясь от его площади. Должны быть длительные присутствия на рынке. И, наверное, последним фактором – это компания должна быть застрахована. То есть, если есть какие-то моменты, где она взяла ошибки, чтобы эти ошибки не повели к ликвидации компании, автоматическим проблемам клиентов. То есть, есть такой вид страхования в Германии, по которому ошибки, в частности, например, компания управления, покрываются за счет страховых полисов. Михаил, еще вопрос пришел от нашего пользователя Вадима. Видимо, это вопрос был в продолжении наших с вами математических подсчетов, когда мы определяли небольшую сумму, которую человек может заработать, купив недорогой объект. Допустим, итоговая прибыль за вычетом всех расходов управляющей компанией, предположим, составляет, к примеру, Вадима – 700 евро. Какие-то налоги в Германии я с этой суммы должен платить? Как вот это все происходит? В Германии более сложная система налоговложения в отношении к Российской Федерации. Это тема отдельного разговора. Но, в принципе, я могу сказать, из нашего опыта, налоги, которые платятся нашими клиентами, не являются обременениями для клиентов по одной простой причине. Клиенты, которые купили одну-две квартиры, и прошел какое-то время, они сдали налоговые декларации и заплатили какие-то налоги или не заплатили их. Никогда нам не стали такого вопроса, что я, в принципе, бизнесом этим доволен, но налоги у меня съели очень большую часть прибыли. То есть они, в принципе, все реальны и минимальны. Безусловно, есть договоренность между Российской Федерацией и Германией. Если в России, например, налог 13%, а в Германии ты заплатил 10%, то ты должен доплатить разницу в 3%, показать налоговую декларацию в России и так далее. Если же ты заплатил в Германии 13% или 14%, то как бы ты их заплатил чуть больше, чем должен был заплатить в России. Михаил, давайте коснемся еще одного аспекта, связанного с особенностями немецкого рынка, поскольку Германия рынок арендатора, законы арендатора, права арендатора защищены очень хорошо. Несколько слов по этому вопросу. Как строится на вашей практике взаимоотношение арендодателя, человека, купившего, скажем, несколько объектов и арендаторов? По факту они как-то общаются друг с другом или управляющая компания, ваши партнеры или кто-то еще, все эти общения берет на себя? И уточнение, а есть ли ситуация, когда все-таки собственник недвижимости должен с таким арендатором общаться? Что это может быть за ситуация и как действует в таком случае? Безусловно, есть два варианта. Подавляющее большинство наших клиентов не имеют понятия о доходной недвижимости, и они нанимают компанию управления. Либо тех, которых мы предлагаем, либо с открытого рынка в Германии. Если вы нанимаете компанию управления, то она осуществляет все действия, необходимые для нормального управления объектом. Начиная от контроля за приходом аренды, перерасчет коммунальных платежей, которые делаются ежегодно, до сдачи в аренду в случае съезда арендаторов. Также осуществляется необходимый контроль о поставке энергоносителей, уборка мусора, снега, возможные ремонты и т.д. Если, безусловно, вы не нанимаете компанию управления по какой-то причине, например, вы хотите в эту квартиру въехать, либо у вас есть какие-то родственники или знакомые, которые говорят, что мы можем за этой квартирой следить, безусловно, вы можете не нанимать компанию управления, но все вот эти вещи, которые я перечислил, и многие другие мелкие моменты, должны кем-то наблюдаться, контролироваться. Если вы хотите, например, тоже важный момент, если вы хотите, например, выселить арендатора, в Германии закон защищает обе стороны примерно одинаково, и хозяина жилья, и арендатора. Просто так выселить арендатор нельзя, все арендные договора заключаются на бессрочной основе. Если арендатор хочет выехать, он должен написать заявление в письменной форме за три полных месяца до момента расторжения. Не объясняя причину, за три полных месяца. Если же, например, хозяин хочет выселить арендатора, по какой-либо причине, любой, исключая только одну, что он хочет въехать в эту квартиру сам, то просто выселить он его не может, потому что он, например, внешне не нравится и так далее. То есть он может сделать какие-то предупреждения. Единственная основа является неуплата аренды за должности какие-то. Но повторюсь, если хозяин, например, покупал объект как доходный, а в дальнейшем решил туда переехать, он извещает об этом также арендатору за три месяца письменно, и может въехать в эту квартиру. Либо он, либо его близкие родственники. Я возьму небольшую паузу, не прощаюсь с вами, Михаил, просто поступило несколько вопросов. Хочу уточнить, обратить внимание, наш слушатель Маргарита, семинар по Черногории у нас проходил 30 октября. По ссылке вы можете просмотреть его, все семинары, все выложено. Более того, там в рамках вебинара есть контакты, приведены контакты компаний, с которыми можно связаться, пообщаться по всем вопросам, которые вас интересуют. Были вопросы по Австрии, но вот я вижу, коллеги Михаила по Австрии вполне успешно, насколько я понял, отвечают. И по Италии, по Греции, берем на заметку, в рамках этого вебинара у нас не предусмотрены отдельные докладчики по Италии, по Греции, но следующий наш вебинар 11 декабря, это итоговый вебинар 2014 года, большой, мощный, с большим количеством спикеров, мы будем рады выслушать ваши вопросы по Италии, по Греции, и думаю, что найдутся эксперты, которые смогут ответить на ваши вопросы. Но, еще обращаю внимание, если у вас есть какие-то конкретные вопросы, вы можете задавать их в этом чате, в рамках материала, который будет сделан по итогам нашего вебинара, на все эти вопросы будут даны, развернутые, ну, надеюсь, устраивающие вас ответы. Михаил, ну, и давайте в завершение такой, все-таки, еще подведем некий итог того, о чем мы с вами говорили сейчас по Германии. Итак, Германия, рынок стабильный, Германия позволяет, ну, как минимум, сохранять свои сбережения, как максимум зарабатывать суммы, там, 7-8% годовых. Так? Да, безусловно. Это неоспоримый факт. Это неоспоримый факт. Порог входа может быть низкий. Порог входа, может быть, вы назвали цифру в 20 тысяч евро. Абсолютно правильно. Следующий момент. Если, скажем, у человека есть там 60, 70, 80 тысяч евро, что выгоднее, 3-4 квартиры по 20 или одна за 60? Я бы всегда разложил, как в известном, изречении яйца в разные корзины. То есть, если есть возможность, лучше купить 2-3 квартиры за эти деньги, чем одну. Можно избежать теоретических рисков. А кто? Я имею в виду, Филипп, в этой ситуации даже можно избежать теоретических рисков. Всегда лучше иметь... Всегда. Это касается банковских складов, это касается инвестиций, приобретения, например, даже недвижимости для проживания. И тогда не имеет значения. Любые инвестиции должны быть распределены каким-то образом. Поэтому на суммы 60-80 тысяч, или 200 тысяч, или 500 тысяч не имеет значения. Я бы рекомендовал всегда брать несколько объектов. Нет, Михаил, не буду я вас пока отпускать. Тем более, я вижу, и публика требует. Еще несколько вопросов тогда. Сколько стоят услуги риэлторской компании при приобретении жилья? Какие вот тут могут быть дополнительные расходы? Дополнительных расходов таковых, к ценам, которые предложены у нас на сайте, нет. То есть, если вы видите, например, на сайте нашей компании какую-то цену, в эту цену вложены уже все комиссии, которые сопутствуют приобретению этого объекта. Почему мы это делаем? Дело в том, что, по нашему мнению, клиенту намного проще посчитать рентабельность, если увидят свою затратную часть. Не надо прибавлять какие-то проценты, риэлторов, с одной стороны, с двух сторон, наверное, многие понимают, о чем я говорю. В этой ситуации вы видите, например, цену X, например, 50 тысяч квартир или 300 тысяч дом. Вы понимаете, что в этой цене заложено все. Если, например, мы берем такой пример. Квартира 30 тысяч, доходность чистая 3 тысячи, например, то вы делите 3 тысячи чистой прибыли за год на 30 тысяч, и вы подсчитываете, у вас получается 10% рентабельности годовых. Единственное, что не учтено, единственное, это налоги, которые регулируются государством. То, о чем я говорил. В данный момент они составляют примерно сумму в размере 10% от нотариальной цены объекта. Почему я говорю примерно? Потому что эти цифры варьируются в зависимости от того, клиент покупает квартиры или дома. Ну, приблизительно в районе 10%. А от региона они разве не зависят? Они зависят от региона, от города. Это, возможно, какие-то небольшие поднятия определенных налогов и так далее. Поэтому я эту цифру называю осторожно в районе 10%. Скажем, это все издержки со стороны государства. А по вашему опыту, когда человек находится в стадии выбора, в стадии активного выбора, и все-таки в Германию приезжает, то есть не действует удаленно. Ну, расходы, связанные с проживанием, его с перелетами, расходы, может быть, какие-то дополнительные там, нотариальные, что-то, переводчики. Как бы вы оценили эту сумму? Хотя, понятно, усредненно здесь вывести довольно тяжело результат. Ситуация следующая. Я могу только говорить об опыте нашей компании. Если клиенту, например, нужно приглашение, мы приглашение высылаем. Если надо перевод, он, безусловно, в 25% необходим. Мы делаем полное сововрождение, фулл-сервис, мы встречаем в аэропорту, клиент не платит ни за что, ни за передвижение, ни за переводчик и так далее. Безусловно, отель и самолет он проплачивает сам. После этого он находится постоянно в сопровождении наших коллег. Мы его везде сопровождаем. Стоимость издержки, еще раз повторюсь, заключение нотариальной сделки я уже назвал, они лежат в уровне 10%. Все остальные издержки, которые могут быть, они уже как бы дополнительные, могут идти только со стороны инвестора. Например, открытие счета в банке не стоит ничего. Да, в принципе, такая ситуация. Есть несколько вопросов по конкретным городам. Вот, например, по Дрездену, что вы можете сказать, какая ситуация сейчас? Дрезден, ну и давайте вообще коснемся вопроса Восточной Германии. Дрезден, Лейпциг, что там сейчас происходит? Мы можем сравнивать, безусловно, сама Германия сама по себе очень интересна для инвестиций, но все-таки существует несколько регионов, которые в приоритете. С этим сложно спорить. Это аналитика, она везде есть в открытом доступе. В Германии существует, я уже, по-моему, в начале нашей беседы назвал, всего лишь несколько регионов, которые имеют приоритетную рентабельность. То есть это те регионы, где стоимость, соотношение стоимости в закупке квадратного метра доходной недвижимости и аренда сопоставимы до такой степени, что рентабельность лежит в названных мной диапазоне от 8% годовых. Есть регионы, например, это некоторые крупные города Восточной Германии, эти регионы имеют свою специфику. К сожалению, нравится им это или нет, это регионы проблемные. До сих пор, к сожалению, прошло 20 лет с момента объединения Германии, до сих пор из этих регионов выезжает население в западные районы. Это говорит о многом. Если мы говорим о крупных городах Германии, например, таких как Берлин, Гамбург, Мюнхен, Дюссидорф и так далее, там ситуация чем-то похожа, возможно, на крупные российские города. То есть цена на жилье такая дорогая, и арендная плата, конечно, тоже дороже, но она все равно не находится в такой пропорции, чтобы получить такую рентабельность. Поэтому есть, еще раз повторяю, несколько регионов, это Саксония, это север Берменхаффен, и земля севера Девинвесвалия, где такая рентабельность присутствует, от 8 до 10 примерно процентов годовых. Это очень важный показатель. Ну, то есть, условно говоря, купив квартиру в Мюнхене и купив квартиру в Дрездене, в абсолютных цифрах вы больше можете получать за аренду в Мюнхене, но относительно стоимости квартиры Дрезден более перспективный, потому что в Мюнхене 3% это нормальный показатель. Думаю, да, но я думаю, в Дрездене, скорее всего, будет рентабельно за район 5-6% максимально. А тогда такой вопрос, но ведь есть же все-таки еще и сама стоимость недвижимости. Понятное дело, что мало реально в Германии купить квартиру и там через 2-3 года продать ее с выгодой для себя. То есть, это, наверное, из разряда фантастики. Но все-таки в перспективе недвижимость за 20, за 25, за 30 тысяч евро, можно ли рассчитывать, что с течением времени, через 2-3 года, она не подешевеет, она будет и вырастет в цене? Или все-таки, не секрет же, чем выше доходность по аренде, тем меньше вероятность, что недвижимость будет дорожать? Понимаете, ситуация не настолько сложная. Германия, например, отличается от многочисленных стран, да извинят меня коллеги, например, в Средиземноморье, где никогда не было пузырей, никогда не было прыжков в ценах. Германия такой стабильный кусочек территории в Европе, где создалась каким-то образом, иногда это из-за менталитета немцев, из-за того, что они не спешат покупать недвижимость. Это, в принципе, не туристическая зона. Если человек хочет купить, например, какой-то объект возле моря, а мы предлагаем доходную недвижимость в Германии, это не наш клиент. Мы говорим о целевой аудитории, то есть о тех клиентах, которые хотят как минимум защитить капитал, не потерять его, и постараться приумножиться. В Германии всю информацию, которую я, коллеги, вам излагаю, это открытый доступ. Каждое мое слово можно проверить. В Германии никогда не было падений цен, никогда ни в каком кризисе. Ни 10 лет назад, ни 30 лет назад, ни 50 лет назад. В Германии всегда был небольшой рост. Он лежит в районах от 1,5 до 3% в зависимости от каких-то сроков. Если мы расцениваем, например, доходную недвижимость, приобретение доходной недвижимости как приобретение на среднесрочные и долгосрочные инвестиции, то, безусловно, мы должны рассматривать сроки от 5 до 12-15 лет. Исходя из тех цифр, которые я называл, коллеги, за, например, 10 лет объект, получается, приобретет примерно 20-30% цены однозначно. С учетом того, что мы получаем объекты, как правило, от банков по цене и предлагаем клиентам по цене примерно на 20-30% ниже рыночной, исходя из того, следующий критерий, что стоимость одного квадратного метра в наших квартирах лежит, слушайтесь, пожалуйста, внимательно, от 500 до 800 евро за квадратный метр в Германии, где себестоимость жилья находится от 1200-1500 евро за квадратный метр. Вот когда существуют риски? Если, например, объект, объясню просто, если объект построен, например, за 1200 евро, обошелся себестоимость, а его продают за 2-5, чем выше эта разница, тем больше риск. Наши же объекты, те, которые мы предлагаем, они лежат ниже себестоимости. Понимаете, это абсолютно понятная схема, по которой все становится понятно. Существует, в принципе, два риска. Это ликвидность, это тот вопрос, который мы задали, то есть заведомо на 23-30 евро, безусловно, их можно продать, зависит от того, какой суть. Если вы хотите продать, например, сегодня вам пришло решение, и вы хотите продать на 23-30 евро, то, безусловно, не получится, придется бороться за ту цену, которую вы купите. Если же, например, у вас есть какой-то сумма, 8 месяцев, безусловно, можно попытаться прибыли. Если же вы объект оставили на 7-10 лет, безусловно, вы на ней стоите дважды. Вы заработаете сразу, между покупкой и продажей, вы заработаете на рентабельности, которые будете получать, в чтении срока вводения этой недвижимости. Михаил сказал, что все его слова можно проверить. От себя добавлю, безусловно, все его слова можно будет проверить, тем более, что, отвечая еще на несколько вопросов из чата, запись вебинара будет опубликована на портале Прианру, в нашем разделе вебинар. Еще сразу хочу сказать, еще раз напомню, что в четверг, 11 декабря, у нас будет следующий вебинар, где мы, безусловно, поговорим, подведем, что называется, итоги года, и думаю, что Германия там тоже, может быть, представлена, чуть ближе к сроку вам скажем точную программу вебинара. Михаил, на самом деле, давайте поступим сейчас так, вопросов к вам очень много, вы и ваша коллега вполне можете сейчас продолжать отвечать на них, в том числе и в чате. Михаилу, вот, напишите, пожалуйста, адрес фирмы Михаила, буквально чуть выше, Владимир написал, посмотрите в чате, чуть выше я вижу адрес и телефон. Надеюсь, что у вас, после нашего общения, даже не надеюсь, уверен, скучать не придется, звонки будут, контакты будут. Михаил, благодарю вас, очень интересный, обстоятельный рассказ, в течение часа еще, может быть, около часа, Михаил и его коллеги с нами в чате. Спасибо, и до встречи в Германии. Спасибо, Филипп, удачи всем в инвестициях, всего доброго. Дамы и господа, несколько секунд у нас есть перед тем, как к нам добавится в беседу наш эксперт сразу по четырем странам, а я пока скажу несколько слов о странах, вопросы, по которым звучали сейчас в чате, но поскольку непосредственно экспертов по этим странам нет, О, Карлен, здравствуйте, вижу вас. Карлен, здравствуйте, буквально пару секунд, и мы тогда уже начнем с вами общение. Скажу вот о чем. Во-первых, информация вот из Эстонии, про Эстонию спрашивали, жилье в Эстонии подорожало на 10% в год, это последняя информация, на Прианру можно посмотреть подробности. При этом, число сделок снизилось, но вот неоднозначно реагируют на рост цен в Эстонии, некоторые риелторы предполагают, что может появиться некий пузырь на рынке, но пока о пузыре никто не говорит, а вот 10% цифра уже зафиксирована. И по Испании, вот вступлюсь за Испанию, здесь было в рамках дискуссии в чате, говорили о том, что страна, инвестиции в нее не очень перспективны, по-разному оценивают эксперты, пожалуй, вот чего точно никто не говорит, никто не говорит, что недвижимость в Испании сейчас резко будет дорожать, нет, вот такого нет, но то, что называется дно, оно в течение последних месяцев поговаривает, все-таки нащупывается. А между тем, объемы продаж испанской недвижимости выросли, и выросли очень значительно, на 13%, то есть интерес к Испании есть, и мы на Прианру этот интерес очень даже фиксируем, возможно, потому, что вот то падение, которое продолжалось в течение нескольких лет, сделало некоторые объекты в Испании очень и очень привлекательными, особенно учитывая большое количество банковской недвижимости, которая в этой стране предлагается. И еще один момент хочу сказать, мне сказали, что с Болгарией у нас тоже наладилась, слава богу, связь, сейчас мои коллеги ударно поработали, поэтому по завершении нашего общения с Карленом Калашаном, руководителем компании Property Selection, мы еще несколько минут уделим Болгарии. И по поводу нашего общения с Латвией, с Финляндией, хочу вот что сказать. Полторы недели назад мы проводили семинар в Москве, темы семинара благословения, страна очень интересная, предлагающая весьма интересные возможности тем, кто хочет получить вид на жительство. Получение ВНЖ в Словении напрямую не связано с покупкой недвижимости, но там есть очень-очень интересная схема, в материалах на Прианру об этом можно прочесть. Так вот, мы делали мероприятие в первую очередь для людей, которые в Словении интересуются, народу пришло много, но естественно там были не только те люди, которые Словении интересуются давно и хотят что-то покупать. Были такие, были инвесторы, были люди, которые заинтересованы в открытии собственного бизнеса в Словении, но вот я разговаривал с одной дамой предпенсионного возраста, и она сказала следующее, я вообще Словении не очень интересовалась, и про эту страну до недавнего времени знала немного, а интересовалась я Болгарией, но в Болгарии я сейчас купать не хочу, там небезопасно, я говорю, побоитесь Бога, с чего бы Болгарии небезопасно, кто вам такое сказал, она говорит, ну вот я смотрю телевизор, вот информационный фон такой, там начинают плохо относиться к русским, я говорю, ну простите, о разных странах так говорят, насколько этому всему можно доверять, и уж по Болгарии там, ну было там, да, очень неприятные новости о том, что памятник изрисовали вандалы в Софии, но повод для этого. Я не стремился ее переубедить, да в общем это и не было моей целью, но говорю-то я об этом вот к чему, информационный фон, как бы мы не относились к нему, и как бы снисходительно мы не махали рукой, он есть, и влияние средств массовой информации, не профильных, профильных, не важно, на настроение потенциальных покупателей, оно очень сильно, и вот Карлен, с вами я хочу начать разговор именно с этого вопроса, тем более, что вы представляете страны, в частности, информационный фон, вокруг которых не всегда благополучный, естественно, если мы говорим о Франции или о Португалии, здесь все более-менее стабильно, но вы сейчас находитесь в Латвии, думаю, что в рейтинге негативного фона, который возникал в средствах массовой информации, Латвия, к сожалению, в лидерах. Как ситуация видится вам сейчас, что сейчас происходит на латвийском рынке недвижимости и насколько в Латвии сейчас ждут покупателей из, ну, говорящих по-русски, из России, из Украины, из других стран? Здравствуйте, еще раз, Филин, здравствуйте, коллеги, спасибо, что пригласили на это общение. Начну... Если можно, чуть-чуть погромче говорите, капельку. Хорошо, начну с легкого отступления. Вы, как я сказали, по Испанию, есть, да, шутка, что есть два вечных вопроса, если жизнь на Марсе, если жизнь на Украине, испанского рынка. Вот. По Латвии, знаете, да, я сейчас находюсь в Латвии, в Италии, как два дня назад праздновали День независимости Латвии, а он празднуется не от независимости от России современной, да, от Советского Союза, он праздновался в 96 лет, независимость приобрели в 18-м году. На самом деле, вопрос по вот этому информационному полю, о котором вы говорите, он очень острый сейчас, потому что в Латвии создается какой-то инцидент, да, и он раздувается на территории России, там, где-то взаимных отношений. Я могу вам честно сказать, в Латвии сейчас покупатели из России ждут, никак ничего не объединилось в отношении, нет никаких микрепонов, в общем-то, кроме как какого-то информационного поля никаких проблем нет. Во всяком случае, мы вот работаем и не сталкиваем еще ни разу еще. Тогда, Карлен, еще одна новость, 14 ноября Прианру опубликовал ее, собственно, это не секрет, тем более, что новость это из лавклийских источников. Новость следующая, что снижение количества сделок на рынке, самое большое с сентября 2012 года в Риге и некое снижение интереса к Юрмале. Так ли это на самом деле? И давайте тут сразу коснемся вопроса, связанного с изменениями о законе ВПВНЖ. Этот вопрос обсудим. Если можно погромче поговорить, чуть-чуть. Давайте попробую поближе подвинуться. Давайте. Если брать в хронологическом порядке, вопрос в общем-то в чем, что когда была поднята сумма в 200 тысяч, был какой-то подъем очень сильный на рынке. Пытались в эту сумму в 150 тысяч и в августе было очень много сделок за счет этого. И что произошло? Не осталось закрестный сделок. Обычно как? Мы в августе проводим сделки допустим, например, 15-20 числа и какую-то там юридическую часть юридического оформления или часть оформления ВНЖ попадает на следующий месяц. В данном случае на сентябрь. Учитывая то, что все пытались успеть, вообще тут творилась вообще фантасмагория какая-то, все пытались успеть за август как можно больше провести сделок по виду на жительство, переживали, думали, как именно бюрократически будет проводиться дальнейший этот процесс. В связи с этим на сентябрь не осталось практически сделок. Если мне не изменяет память, то за сентябрь было 4, наверное, сделки под вид на жительство. Ну, не буду врать, по-моему, по-моему, такая цифра. Небольшое число во всяком случае. Да, какое-то небольшое число. А что произошло в октябре? Если честно, ну, мы в сентябре тоже почувствовали то, что именно на нашей компании сказалось, что есть небольшой застой. Но в октябре ситуация полностью выправилась. сейчас у нас наш план выполняется. Вопрос только в том, что ввиду того, что есть вот этот информационный такой фон, негативный, ввиду этого есть покупатели, которые уже готовы на сделку, уже готовы в общем-то оплачивать, но они ждут развития событий. Если вы позволите, я буквально возьму у вас минуту, я расскажу то, что на самом деле происходит с Видом на жизнь сейчас. Да, есть разговор о том, чтобы временно прекратить. Но разговор этот был с прошлым созывом местной думы Сейма. И в общем-то это было их последнее заседание. Это было знаете, громко хлоп на двери перед уходом. И в общем-то как я уже не устаю повторять, в Латвии есть три основных лобби. Это банки, это застройщики основные налогоплательщики, это наши с вами сограждане. В общем-то вряд ли получится что-нибудь из того, что можно будет запретить ограничить выдачу видов на жительство. Скорее всего будет какое-то пограничное решение, которое не будет касаться простых покупателей, которое будет касаться каких-нибудь чиновников или людей близких власти и так далее. Но все это сейчас в общем-то вилами по воде писано. На данный момент надо смотреть то, что есть сейчас. На данный момент виды на жительство выдаются, с этим никакой проблемы нету, документы делаются. В общем-то пока что это буря такая в стакане. Но тем не менее напомню нашим пользователям, что до недавнего времени в Латвии можно было приобрести недвижимость дороже 143 тысяч или даже дороже 72 тысяч евро. 72 тысячи евро это касалось недвижимости за пределами Риги, Рижского планировочного района и семи крупнейших городов страны, если мне память не изменяет. сейчас цифры изменились. По вашим ощущениям, насколько сейчас Латвия остается привлекательной и возможно немножко акценты сместились, то есть Латвия в конце концов это не только место для приобретения для обучения ВНЖ. Да, Филипп, абсолютно верно заметили. Первое, то, что мы как компания могли понять, что китайский покупатель немножко сдвинул свои интересы от Латвии. Потому что в общем-то до этого мы, наверное, немного таких компаний в Латвии, которые работают и на российском, и на китайский рынок, мы работаем и на китайском рынок, в том числе. Китайцы, конечно, приобретали больше под вот эту планочку, 150 тысяч, или там 73 тысячи, то есть не выше, хотя недавно была тоже сделка крупная, не с нашим участием, я позная о ней, если рассматривать российского покупателя, то вы опять же абсолютно правы, да, это не только возможность получения ВНЖ, у нас есть сделки и на 90, и на 100 тысяч, когда люди приобретают недвижимость как инвестицию в свое будущее, они понимают то, что Латвия это страна, в которой говорят по-русски, в которой все правила ясны, да, в которые можно обратиться в полицию, в скорую, куда угодно, во всей государственной инстанции, со всеми разговаривая на русском языке, и получается такой островок в Европе русский, да, где можно не изменяя своим привычкам жизненным, да, уже очутиться в Европе, в общем, и поэтому у таких покупателей тоже, они стали просто более заметны, раньше все пыталось подтянуться к этим 150 тысячам, да, завидно на жительство, а сейчас, учитывая, что планка поднялась, в общем-то, стали ясны и заметны вот эти покупатели в районе 100-120 тысяч делают покупку. Еще одна информация, которую недавно опубликовали исследовательские агентства, и которая на Принанру тоже имела свой резонанс, цены на недвижимость в Латвии, выросли за год, по-моему, около 6% рост, в этой связи на какие объекты вы бы рекомендовали обратить внимание сейчас, и даже не столько с точки зрения получения вида на жительство, сколько с точки зрения сохранения и приумножения средств. И параллельно сразу с этим вопрос, Латвия никогда не могла похвастаться, назовем так, немецкой стабильностью, то есть цены то росли, то падали, по вашим ощущениям, за вот этим 6% ростом не последует ли дальнейший спад и не продолжится ли качель? Да, спасибо за вопрос. Значит, ну, если по порядку, первое, Латвия в среднем показывает больше 4% в год роста, то есть по недвижимости в Риге это дает 6% стабильно, по недвижимости в Юрмале и того больше, то есть тут чего-то сверхъестественного нет. Вопрос по тому, с чем связано это всем, что возможно какой-нибудь качель, какие-то падения дальнейшие и так далее. Как раз вот этот закон о 250 тысячах, это, ну, как бы не странно звучало, очень разумное решение, потому что это разделяет рынок, который рассчитан на покупателей из-за рубежа, на наших согласных, в частности, и рынок, который рассчитан на внутренних покупателей, на самих граждан Латвии. Получается, то, что не развивается никакой мыльный пузырь. Есть рынок, который растет сам собой, это рынок внутренний, он просто растет, он не дает таких безумных, то есть, на самом деле, если бы мы отбросили внешний рынок, внутренний рынок и рассматривали только внешний, то рост был бы намного больше 6%, поэтому, если бы мы рассматривали какие-то конкретные объекты, которые, например, первичное жилье вы покупаете где-то в Юмале и через полтора года, год продаете, вы больше заработаете, чем даже 10%. Но, учитывая то, что у Латвии есть рынок внешний и внутренний, получается такая средняя цифра 6%. Она абсолютно взвешенная на данный момент, абсолютно взвешенная, хотя, конечно, в чем-то вы правы, что есть мастодонты, наша компания, мы считаем, такого мастодонта, это Франция, Аггландия, у которых настолько развит внутренний рынок, что он не зависит вообще от внешнего. В Латвии, конечно, рынок зависит от внешнего, от внешних выливаний. Но, назвать это, возможно, что вот этот рост 6% даст в дальнейшем какой-то спад? Нет. Точно. Карлен, на секунду прервусь, отвечу Дмитрию, правда, администратор наш уже ответил в чате. Да, мы с Карленом обязательно поговорим и о Португалии через несколько минут. Сейчас направляем в свой взор еще одну страну, о которой в последнее время говорили не всегда позитивно, правда, именно с экономической точки зрения. Хочу спросить ваш, Карлен, о Финляндии. Несколько недель назад прошла информация, что россияне активно продают недвижимость в СОМИ. Ну, честно скажу, конкретных цифр, что вот количество сделок уменьшилось настолько, как приведено, не было, что заставляет задуматься немножечко об этой информации. Но все-таки, по вашим ощущениям, вы с Финляндией работаете. Действительно ли из Финляндии побежали? И если да, то почему, собственно? Да, вопрос очень интересный. Последние два месяца мы участвовали на выставках. В общем-то, это очень распространенный вопрос по поводу того, что происходит сейчас с финской недвижимостью. По моему мнению, по мнению нашей компании, сейчас просто рынок становится более цивилизованным. Когда-то, когда приобретали недвижимость наши сограждане, они не думали о ликвидности той или иной недвижимости, смогут ли они ее продать или нет. Они приобретали себе дома в Центральной Финляндии с какими-то нарушениями по строительству. И, в общем-то, ответ всегда был один, что недвижимость приобретается для проживания какого-то сезонного, а не для продажи. И когда сейчас они решили эти активы продать, все столкнулись с тем, что это не продается. И пошел такой легкий каскад. Если вы считаете то, что нужно срочно, чтобы кто-то ищет срочную продажу, то это очень маленький процент. Да, люди выставляют сейчас на продажу свою недвижимость, но они выставляют с расчетом на то, что они понимают, что продаваться она будет год, потому что она была изначально не очень ликвидна, потому что когда они ее приобретали, они не задумывались о том, что в дальнейшем ее придется продавать по той или иной причине. И продается она не для того, чтобы полностью уехать из Финляндии, продается она скорее, чаще всего, на то, чтобы заменить. Например, люди поняли, понимают, что их дом где-то в центральной Финляндии не очень нужен, им нужна квартира где-нибудь под Хельсингом. Они хотят провести эту сделку, они хотят продать дом и приобрести квартиру в Хельсинге или под Хельсингом. Вот и все. То есть какой-то истерии, какой-то там падающего рынка, все начали срочно продавать и убегать из Финляндии, такого нет. Скажите, Финляндия всегда воспринималась в общем, как тоже страна стабильная с точки зрения цен на недвижимость. При этом, опять же, последние данные показывают, что в Хельсинге цены более-менее растут, а во всей остальной стране такого роста нет. И Хельсинге и по средней стоимости квадратного метра далеко убежал впереди Финляндии всей. По вашим ощущениям, Финляндию можно ли сейчас рассматривать как страну для именно сохранения или небольшого увеличения капитала, ну или все-таки хотя бы в сравнении с тем, что несколько минут назад мы обсуждали с Михаилом по Герману. Да, на самом деле это сравнение Финляндия-Германия очень часто. И скорее наш покупатель, потому что наша компания специализируется больше по квартирам в Финляндии, наш покупатель как раз ищет инвестиции, которые можно было сравнить с немецкими, но просто ближе от границы, чтобы проще было как-то управлять. Финляндия, Хельсинки это можно сравнивать инвестиции с немецкими, это 100% сильные инвестиции, да, может быть они не дают, там, как мой коллега сказал, средиземноморских плюсов, да, там, 12% в год, а потом через год как бы все превращается в минус 30%, но это настоящие там 5-6% да, от 3-х до 7-и, грубо говоря, которые будут каждый год у вас. И Хельсинки и вообще Финляндия, да, именно квартирная, это все-таки страна, как и Германия, где люди стремятся больше к съему жилья, нежели приобретению. То есть рынок арендного жилья очень большой. Я вам больше, что скажу, обычно на квартире до 200 тысяч у нас стоит, можно сказать, как очередь, потому что больше двух недель такие объекты не держат. они выходят на рынок и они продают сразу. 200 тысяч это, знаете, 40 метров квадратных квартир, она продается моментально, потому что она будет сдаваться, это 100%. В общем-то, как инвестиционная... Вы говорите, простите, вы говорите именно все-таки сейчас, говоря о инвестиционной привлекательности Финляндии, о Хельсинки все-таки? Конечно. Если рассматривать инвестиционную привлекательность остальной, да, в Финляндии, то тот скорее вопрос в том, что это какие-то долгие инвестиции, да, потому что дома, которые приобретают, если приобрести дом, ликвидные, он не будет настолько быстро оборачиваемый, да, как квартира, например, вы не сможете в случае того, что вам нужно быстро продать активы, дом так продать не получится. Но все-таки загородная недвижимость, она имеет свою особенность, да, то есть люди, которые ее приобретают, приобретают в первую очередь какую-то себе именно недвижимость для отдыха, нежели какой-то актив. Хотя в нашей компании мы всегда поддерживаемся мнение того, что все, что вы приобретаете, должно быть ликвидным, потому что все это активы, это все огромные деньги, и все должно быть как минимум, как минимум, не обременяющим грузом, как минимум, а вообще и позитивным активом. Я как раз с вами хотел бы обсудить этот вопрос. Если мы говорим о Финляндии, все-таки есть, скажем, регион юго-восточной Финляндии, который традиционно самый туристический, туристически развитый, потому что рядом с границей с Российской Федерацией и поток туристов может быть и уменьшился, но в абсолютных числах он приличный. Но при этом вот у меня мое субъективное мнение, что далеко не все объекты в этом регионе могут вообще считаться ликвидными, потому что с одной стороны вроде как туристический интерес большой, но это как раз тот случай, когда туристический интерес не всегда переходит в интерес именно инвестиционный. То есть тот же Хельсинки в этом смысле это принципиально иной порядок ликвидности. Да, я вот что скажу, что возможно если идти дальше в ваших размышлениях, что многие объекты на юго-востоке они переоценены изначально. И мы очень аккуратно подходим к нашей компании к вопросу именно предложений на юго-востоке с точки зрения инвестиций. У нас есть компании-застройщики, которые предлагают уже готовое жилье с договорами на дальнейшую сдачу. Вот такой вариант вам подходит точно. Потому что там есть договор, в котором прописано, что минимум 60% времени будет сдаваться по какой-то средней ставке. То есть вы оберегаете свои инвестиции изначально. Все остальное я с вами согласен. То есть туристический интерес есть, но сезонность очень интересная, очень своеобразная. Предложения на рынке сумасшедшие, конечно, просто сумасшедшие. Если какой-то... сумасшедшие в каком смысле? Много. Предложения по туристической аренде большие. Поэтому ликвидность, да, но на самом деле подходить к вопросу разумно, то и там можно найти какие-то объекты, которые будут ликвидны. И в дальнейшем можно будет их перепродать. Опять же, с этими договорами. То есть вы приобретаете не просто объект какой-то, недвижимости, или приобретаете уже инвестиционный объект, да, с какими-то обязательствами инвестиционными от продавца. Хорошо. Давайте теперь с севера отправимся на юг и совсем-совсем на юг. Давайте вот по Португалии было несколько вопросов. В двух словах сейчас поговорим о вообще о том, почему вдруг Португалия. Но основной момент понятен. Португалия это одна из тех стран, которые пару лет назад начали реально выдавать золотые визы, то есть при приобретении недвижимости на определенную сумму покупатель имеет основание претендовать на длительное жительство. Карлен, по вашим ощущениям, по вашей работе с португальским рынком, именно это привлекает в Португалии или широкий спектр предложений? Знаете, вот по поводу золотых виз, в общем-то тут привлекает только китайских наших покупателей. В Португалии это такой уже сложившийся, хорошо зарекомендовавший себя рынок для китайских инвесторов, которые хотят какой-то якорь кинуть в Европе. И в общем-то именно если рассматривать как от 500 тысяч и выше и получение золотой визы ВНЖ, то это в общем-то рынок для китайцев. Наши сограждане больше рассматривают этот рынок как альтернативу Испании, альтернативу в чем-то Греции, но там более на данный момент пока еще более такой свободный, более интересный. Мы когда вообще заходили на этот рынок, рассматривали его как в туристическом рынке есть такое понятие как цикл жизни, цикл жизни какого-то направления три года. И вот мы понимаем, что сейчас вкладывать португальскую недвижимость это по меньшей мере разумно, потому что в ближайшее время я более чем уверен, что весь интерес от Испании перейдет уже к Португалии. Потому что Испании перенасытились, люди столкнулись с тем, что очень тяжело перепродавать, когда-то купили, теперь пытаются продать. Я не буду как бы, не очень люблю, когда есть какие-то сравнения с принижением достоинства того или иного конкурента, но в общем и целом, если рассматривать сухие факты, сухие цифры, то Португалия на данном является более интересным рынком для российского партия. Но все-таки это что? Просто имел счастье бывать в Португалии, вот правда не по всей стране побывал, это из-за пляжей, из-за того, что океан ближе, как бы вы сформировали, почему Португалия, а не Испания, по вашим ощущениям, или почему Португалия, а не Греция, даже не в сравнении, а просто в абсолютных параметрах? Если рассматривать в абсолюте, то в Португалии проще налогообложения, нежели в Испании, в Португалии высший уровень жизни, нежели в Греции, и я вам скажу так, что очень много покупателей интересуется, вот есть принцип океан, это должен быть океан, да, и конечно, здесь нету никаких альтернатив. Если мы говорим все-таки о виде нажительства, да, безусловно, статистика показывает, по-моему, две с половиной тысячи человек воспользовались вот возможностью получить вид нажительства, купив недвижимость в Португалии с момента начала действия этой программы, и больше 80% это действительно справедливо заметили граждане Китая, но на втором месте все-таки идут россияне, правда, там счет идет не на сотни, а на десятки. Да, но все-таки, что это такое, как работает эта схема и насколько она прозрачна, насколько она проста в Португалии? Вы знаете, она просто идентична той, которая есть сейчас в Испании, это все элементарно просто, то есть, если вы потратите больше 500 тысяч, вам нужно подтвердить о том, что деньги заработаны честно, то есть, какие-то документы о том, что вы где-то работаете, вам нужно подтвердить то, что вы оплатили это именно банковским переводом, показать справку о том, что у вас нету судимости, вы не бегаете ни от какого государства и в общем и целом занимает весь процесс не более двух месяцев. Вы получаете вид на жительство, карточку, которая не обременяет вас, она не заставляет вас жить, если не изменяет память, сейчас, по-моему, снизили вообще до 14 дней в год, если не изменяет память. 7 или 14, какие-то там 7 в полгода, как-то так было, 7 в полгода и 14 год. Вот. В общем-то, знаете, если человек уже имеет опыт владения визой, какой-то годовой, 3-х годовой и владения в виде на жительство, то разница есть, конечно, огромная. и, как говорят мои коллеги, самое главное для нашего буквателя это заветная бумажка, к которой можно в сердце приезжать и это вид на жительство. Это все-таки уже, хоть она и называется золотая виза, но вы можете находиться в стране, вам нужно выезжать один раз в полгода. На один день, то есть, ну, на один календарный день надо выехать и ехать. Все. Все основное время вы можете находиться в стране. Уточняющий вопрос еще. Вот 500 тысяч евро. По Испании точно знаю, по Португалии просто не помню. Человек должен разово внести эту сумму, то есть, нельзя купить недвижимость за там 550 тысяч евро в кредит и на этом основании претендовать на ВМЖ. То есть, здесь должны быть чистые инвестиции, прямые. Да, Филипп, можно купить 550 в кредит, 500 разово и 50 в кредит. Тогда получите. Ой, как жалко. Господи, где же все найти такие деньги? Впрочем, вполне предполагаю, что среди нашей аудитории есть люди, которые вполне-вполне этим вопросом заинтересуются. Давайте, если вот есть сейчас вопрос, я просто видел в чате несколько людей, которые интересуются именно Португалией. Вы пока задавайте их, кроме того, я напоминаю, есть у нас эксперты по шести странам, которые сейчас в чате готовы вам отвечать, а мы несколько слов все-таки еще скажем о Франции и потом будем уже подводить итоги. Франция вообще как-то тихо, ничего не слышно, ничего не меняется, ну, вроде немножечко цены снижаются, но Париж всегда Париж, Лазурный берег всегда Лазурный берег. И вот что, давайте здесь я в первую очередь вам дам слово, а потом задам несколько своих вопросов. Ну, мы занимаемся специализируемость на Лазурный берег рынок очень своеобразный, очень интересный, исторически так сложилось, что наши сограждане в общем-то обращаются больше в поисках и видимость именно там, и поэтому нас мало получается привлечь покупателей, да, из России, мы их поможем непосредственно уже на Лазурный берег в Ниции. Рынок интересный, рынок 100% вообще ликвидный, то есть, опять же, если мы рассматриваем, как мой коллега из Германии сказал, что Германия в отличие от Средиземноморского побережья это 100% рынок, да, Лазурное побережье это тоже Средиземноморское побережье, да, и это тоже 100% рынок. Вот сразу по Португалии вопрос, давайте будем немножко перескакивать. 500 тысяч это, конечно, замечательно, но недорогое жилье в Португалии, что это такое, чем, может быть, интересуются на практике вашей компании, о каких бюджетных вариантах можно говорить, минимальные цены и, ну, минимальное качество, что это такое? Я одну секундочку сделал, я сейчас тоже увидел в чате, там, Владимир, он спрашивает, как разница между 550, а потом 50, какая, это была шутка, Владимир, я прошу прощения, да, 500 нужно заплатить единоразово, нужно заплатить без кредитов, и тогда вы получите золотой вид, вид на жительство. Значит, по поводу недорогого жилья, тоже очень интересный момент, мы специализируемся на банковской недвижимости, в среднем, в среднем за квартиру 60 метров вы заплатите 1050 изначально, 1020 мы сами сделаем вам ремонт, и в дальнейшем это будет полноценная квартира. Кирилл, еще раз, по цифрам немножко, может быть, связь плохая, или это у меня со слухом что-то, еще раз, цифры, что назовите, пожалуйста. Стоит в среднем квартира банковская, которая находится недалеко от океана, пригорода Клиссабона, да, там, в данном случае, конкретное место, это Ситубал, такое место, напротив полуостров Трое, не знаю, были, не были, в общем, там стоит квартира где-то в 60 метров, это будет 50 тысяч, но это будет квартира, соответственно, без ремонта, она будет там в ужасающем состоянии. Мы сами производим ремонт, то есть мы готовим сметы, у нас есть ремонтные бригады и так далее, а ремонт в среднем такую квартиру будет где-то тысяч 20, уже с небольшой обстановкой мебелью, да, чтобы можно было в дальнейшем сдавать. Сдавать квартиру можно, можно сдавать круглогодично где-то евро за 700, 600-700, но, если честно, это будет именно круглогодично, то есть это точно будет квартира, в которой вы жить не будете. Вы там будете сдавать ее и получать деньги, потому что, скорее всего, будете сдавать каким-нибудь портовым рабочим, и, в общем, после них жить будет тяжеловато. Если вы хотите сдавать сезонно, то мы тоже предоставляем такую возможность, да, мы смещаем, мы ищем арендаторов, тут, конечно, все зависит от того, от конкретного места, да, чаще всего, чем больше стоимость изначальной жилья, тем проще найти туда арендаторов. Наш представитель там полностью проводит, то есть он может провести сделку, он встречает арендаторов, селит их и так далее, то есть в этом плане наши шлиенты в головной более не имеют. Ну, то есть, вы, позволяя некий итог вашему ответу на этот вопрос, значит, 50 тысяч это реальная цена в пешей доступности от моря, как правило, эта квартира в том состоянии, которое требует дополнительных вложений, которые могут достигать, ну, как вы назвали, 30-40% от стоимости жилья, ну, вы назвали цифру 20 тысяч евро, но, в принципе, варианты вполне-вполне реальные. Можно ли приобрести несколько объектов в сумме на 500 тысяч и какой промежуток между сделками должен быть, чтобы получить вид на жительство в Португалии? Вопрос от Антона? Да, значит, по промежутку нету каких-то ограничений, то есть, самое главное, чтобы сделки были ликвидны, потому, чтобы набрать несколько объектов на общую сумму 500 тысяч, это возможно, вот, никаких проблем нет. то есть, условно говоря, если вы собственник четырех квартир, десяти квартир по 50 тысяч евро, вы точно так же выполняете эту функцию. А, ну, такой пример, насколько все-таки, как в Португалии решается вопрос с поиском арендатора и можно ли рассматривать Португалию, не уверен, что многие так делают, но все-таки, можно ли рассматривать Португалию как место для получения дохода от сдачи в аренду? Да, возможно, но тогда, понимаете, нужно изначально ставить какие-то задачи. Если задача получать доход от аренды, то мы полностью меняем изначальную заявку, да, то есть, мы ищем ту недвижимость, которую мы точно можем сказать, что она будет сдаваться круглогодично. К примеру, то, что я вам говорил, квартира под лицармоном, она будет вам давать 6-7% уже чистыми, да, за вычетом налога. Но, вот тогда получается, там вы жить не будете, это точно. Да, то есть, если мы ставим задачу получать какой-то доход, то это возможно. Если мы ставим задачу жить, то, следовательно, да, мы выбираем то место, которое непосредственно подходит для жизни, там, да и еще при продаже, тоже для людей, которые подбираются жить. Квартира за 50 тысяч, о которой вы говорили, ну, требующая некой доделки, может рассматриваться как инвестиционная? Да, да, ну, я вам говорю, вот, если посчитать, абсолютно на скидку, то есть, 70 тысяч будет, в общем, эта квартира, эта квартира в 60 метров плюс ремонт. Сдавать вы ее сможете где-то евро за 600. Плюс к этому, ну, минус этого вы заплатите за то, что вы получите чистый доход, там, 30 процентов, и у вас останется на руках, ну, процентов 7, да, от стоимости квартиры. я просто так же добавлю, что, в смысле, Португалия, ну, абсолютно идентична Испании, если мы говорим о возможности приобрести сразу несколько объектов, насколько я понимаю, и в Испании тоже не нужно 500 тысяч евро вносить сразу, то есть нельзя купить объект за, там, за 450, 50 тысяч потом взять в ипотеку и на основании этого претендовать на ВНЖ. Нет, в том и цель и суть этой программы, что страна рассчитывает на то, что вы вложитесь в ее экономику, в данном случае в сферу недвижимости, значительными деньгами. Вот вопрос от Александра, он в настоящий момент не только, ну, скорее, не только к вам, но сейчас с Карленом мы еще общаемся с вами, реально сейчас динамика цен, как вы ее отслеживаете и насколько цены на недвижимость, ну, на ту недвижимость, которая интересна покупателям из России, из Украины, насколько эти цены меняются в зависимости от, ну, не самых простых экономических ситуаций в наших странах? Ну, если брать в общем, да, то есть, какого-то влияния на цен нету, нету ни спада, ни подъема за счет того, что евро растет в цене, но если брать в частности, то в зависимости от лояльности непосредственно владельца недвижимости, который продает, были уже сейчас были случаи того, что дается скидка или иная, то есть, ну, непосредственно, то есть, это предмет для торга становится. Все понимают, то, что если бы покупатель заинтересовался и приобрел бы недвижимость, например, полгода назад, то, в общем-то, этого вопроса бы не было, а сейчас в абсолюте, в рублевом, недвижимость выросла в цене на 30%, да, то есть, если человек не хранил деньги в евро, то получается, что он купил ее на 30% дороже. Знаете, и по частной недвижимости это 100% лояльность, да, то есть, если продавец лоялен, то он может сделать скидку, а если мы рассматриваем инвестиционную недвижимость, которой мы тоже, да, занимаемся, то здесь практически все участники и все предложения немножко упали в цене, потому что понимают, что инвестор, ну, его нужно как-то привлечь инвестора, да, чтобы он не вкладывал рубли в Россию, а вкладывал рубли в евро, и евро вкладывал в евро. И вот еще один вопрос, в частности, он не только, опять же, к Португалии относится, Наталья спрашивает, возможно ли покупка участка земли для строительства дома в Португалии? Ну, то есть, я думаю, что если кратко ответить, можно сказать, слово из двух букв, да, но все-таки чуть подробнее об этом, если вы и ваша компания занимаются подобного рода проектами. Вы знаете, у нас опыта такой сделки не было, хотя это было бы очень интересно, учитывая, что мы работаем непосредственно с застройщиками, да, в Португалии, ничего в этом сложного нету, в Португалии очень разный строительный рынок, очень недорогие строительные материалы, все объясняется абсолютно элементарно, большинство производительных строительных материалов производится в Африке, очень много стран Африке являются колониями, являлись колониями в Португалии, и между ними есть какое-то налоговое послабление, да, и импортировать, то есть там практически все строительные материалы, мебель, все то же самое, да, то есть достаточно недорогие, если рассматривать экономическую выгодность такого строительства, ну, в чем-то она есть, хотя вы выиграете не очень много, поверьте мне, португальские застройщики не завышают цены, нет такого, да, что у них там сверху на то, что они на себестоимость дома кидают там 30-40%, нет, все цены достаточно докладятся. Наталья, я тоже могу порекомендовать вам, вот на том вебинаре, который проходил у нас три недели назад, у нас был очень интересный доклад, очень интересное общение с коллегой Карленой из Черногории, Черногория, ну, я думаю, является, входит в топ-3 из всех стран Европы, где именно популярна для иностранных покупателей такая схема постройка жилья с нуля своего собственного, там есть некоторые возможности, и там, собственно, в том вебинаре есть и контакты компании, и, собственно, рассказ о том, как все это происходит. Ну, и тогда, Карлен, в завершении, такой вот общий вопрос по вашим ощущениям. Вот приходит к вам человек, может быть, с неявным интересом к той или иной стране, скорее, к интересам сохранения своих средств. Никуда он не переезжать не хочет, и просто иметь где-то домик, квартирку, с тем, чтобы иметь возможность отправляться туда, когда ему захочется, а так, жить в Украине, жить в России, у себя дома, чем плохо. Что бы вы ему порекомендовали, какая сейчас ситуация, насколько она спокойна, насколько она хороша, насколько она интересна, и какую схему вы бы предложили? Знаете, таких покупателей большая часть, именно тех, которые не интересуются непосредственно переездом, которые интересуются какими-то вложениями, чтобы можно было иметь, грубо говоря, какой-то островок, куда можно уехать, или, например, в дальнейшем иметь это как актив и перепродать. Я бы посоветовал определиться, в первую очередь, зачем нам это надо. Это летний отдых, это одно дело, это круглогодичный отдых, это второе, это какие-то документы, третье, то есть чаще всего люди, когда к нам приходят, они на самом деле не очень, не могут сказать стопроцентно, чего бы они хотели. Если рассматривать в частности, то очень часто стоит вопрос выбора между Фринляндией и Латвей. То есть вроде бы есть прямая граница, удобство всегда доехать, но вопрос. Латвия манит тем, что там есть документы и возможность получения вид на жительство, и есть возможность общения на русском, Фринляндия манит тем, что это настоящая такая Европа, уже стоявшаяся, такая. Самое главное здесь принять какое-то решение, понять, что бы вы сами непосредственно хотели. Поверьте мне, очень неприятно иметь плохой актив в виде какой-то неудачной покупки, да еще и в стране, в которой вы не очень хотели бы жить. Это вообще кошмар. Это правда. Я сейчас обращаюсь еще к нашим слушателям. вот мы готовим сейчас наш следующий вебинар. Вы можете зарегистрироваться на него. Вебинар наш следующий будет в четверг, 11 декабря 2014 года. Мы уже сейчас видим, какие страны вызывают наибольший интерес, помимо тех, о которых мы говорим сегодня. И вот Турция, Греция, Италия, думаю, что мы постараемся, я даже не думаю, я уверен, что мы постараемся привлечь экспертов и представителей компаний, которые сейчас нас тоже наверняка слушают, вы можете обращаться на Прианру, к своим менеджерам, если вы с нами уже сотрудничаете с Прианру, и можете просто писать на наш общий адрес adv-sobaka-прианру, я думаю, сейчас он в чате появится, если вам есть что сказать, и думаю, это и вам будет интересно, и нам, и Ваиде, интересно, вот появился адрес, обращайтесь, пожалуйста, Турция, Греция, Испания, я три страны назвал сейчас, ну, потому что в чате их упоминали чаще всего, и, соответственно, на Прианру информация тоже появится. Карлен, ну, на самом деле, спасибо вам, огромное вам, рады были общению, удачи вам в вашей работе, Карлен Калашан, руководитель компании Property Selection и его коллеги, которые представляют здесь четыре страны, Латвию, Финляндию, Португалию и Францию. Франции сегодня не очень много уделили места, но я думаю, что еще безусловно, безусловно к этой теме мы вернемся. Карлен, спасибо огромное, сейчас пару вопросов у нас поступило по Эстонии, я несколько слов скажу, и заодно параллельно включу ее в список тех стран, о которых мы постараемся поговорить более подробно через две недели, сейчас мы все-таки ждем соединения с Болгарией, надеюсь, у нас все получится, а по поводу Эстонии могу сказать следующее, значит, ну, как я сказал, цены уже сейчас растут в стране, долгое время снижались, традиционно два центра притяжения, в первую очередь, это Таллинн и во вторую очередь это прибрежные регионы, ну, в районе Нарвы, Нарвы, ЮНСУ, причем жители Петербурга в основном предпочитают район Нарвы, жители Москвы и всей остальной России, для которых, в общем, что Таллинн, что Нарву примерно на одинаковом расстоянии находятся, они предпочитают безусловно, Таллинн. Определенный рост есть, эстонский рынок стабильным, вот, скажем, а-ля Германия, и я бы не назвал, скорее всего, скорее здесь можно проводить параллели с рынком недвижимости Латвии, хотя волатильность в Латвии была все-таки побольше в свое время, то есть, в Эстонии рынок такой более стабильный. Эстония привлекает тем, что есть очень и очень дешевая, недвижимость, действительно, ну, стоимостью меньше 10 тысяч евро, она в частности привлекает тех, кто задумывается о регулярном, беспроблемном получении визы в страны Евросоюза, но, кроме этого, безусловно, есть Таллинн, в котором, как раз, недвижимость по стране стоит дороже всего, ну, и вот, как раз, в Таллине может быть зафиксированный наибольший рост цен на недвижимость. Елена, понимаю, что полностью ответить я вам, широко ответить на этот вопрос сейчас до конца не смогу, мы можем связаться с вами или после вебинара, или просто задавайте свои вопросы, через неделю мы, в принципе, через три недели на следующем вебинаре мы безусловно на них ответим. Ну, что ж, мне кажется, Болгария у нас снова на связи. Гориан, здравствуйте, сейчас видите, слышите? Здравствуйте, вы меня слышите? Да, и слышите, господи, как хорошо, когда проблемы решаются и страны, находящиеся на расстоянии несколько минут. Итак, мы с вами говорили в двух словах, напомню, с чего мы начали наш разговор, буквально пять минут у нас еще есть, продолжите, потом уже будем завершать наш вебинар. Говорили о том, что цены в Болгарии вторичную недвижимость сейчас относительно не высоки и продолжают снижаться. Вот сразу, давайте пока задам вопрос другой рынок, сдача аренды в Софии, насколько этот рынок может быть сейчас перспективен и вообще кратко, как в Болгарии можно заработать на недвижимости, если это возможно? Знаете, София это все-таки столица Болгарии и это рынок, который самый динамичный в Болгарии. Для российских покупателей София не так популярна. Они не больше, чем как-то 10-15% интересуются в этом мире в Софии. У Софии очень стабильный рынок. Я могу сказать, что в первые раза в пять лет в Болгарии появился рост в режимах цен, и в режимах бороться с Афии. За последние полугодия получился 3% повышенной цен. Спрос очень большой на бизнес для датки арендов. И можно сказать, что я слышал в вашей предыдущей спикере, что 5-6% в Германии. можно сказать очень уверенно, что 5-6% в Софии получаются в общении проблем. Так что для реальной инвестиции, если вы не хотите курортный недвижимость, я могу сказать уверенно, что в Софии очень хорошие выгоды. Еще раз уточню. 5-6% это доход с коммерческой недвижимости. Что это за тип объекта? Как вы его... Что ты покупаешь, что ты получаешь? Это не коммерческий недвижимость, это жилья. Это получается, как ты получаешь покупатель в коммерческой квартире за, скажем, 40 тысяч евро и получаешь можно сдать очень легко 30 евро в кризис. Так что с годовой ты получаешь 3600 евро прибыль доход. Это получается, как давай скажем, что есть какие-то налог недвижимость небольшой, а таксоуправление все-таки если вы не в Болгарии, надо кто-то работать для вас на вашем недвижимости, есть какие-то расходы, нормальные компании берут в год равном 10%, то для вас функция как-то числит 3000 евро доход. Это как-то 6-7% годовых на вашем существе производства. Что хорошо в Болгарии, значит 40 тысяч это очень нормальная квартира, но можно купить за 25-30 тысяч. И уже по ротам Болгария очень маленькая. Я не знаю на одной стороне Европы, где за 30 тысяч евро ты можешь купить квартиры, которые будут сдаться 100% не правду, в столице. в столице. Хотел бы уточнить такой вопрос. А если человек заинтересован все-таки в приобретении недвижимости на побережье, можно ли эту покупку рассматривать как некую инвестицию и что за схема в этом случае работает? Ну конечно, знаете, если говорим о коротком недвижимости, если говорим о самой развитой коротком солнечной деревне этой песни, можно сказать, что в августе реально пустыть квартиры нет. Если говорим о числа, тогда студия сдается очень легко за 50 евро и 40. евро в пустыне в 50 и все зависит от расстояния до моря. Если берем какой-то консервативный период 60 дней, то получается так, вы покупаете студию за 20 тысяч евро и оно будет сдаваться 60 сезон 30 евро в сутки, тогда получается 300 евро как-то сутки это звучит очень хорошо, но здесь надо иметь виду, что надо платить таксоподдержки, на курортные недвижения, в сапе не платится, но курортные недвижения платят таксоподдержки. это в Болгарии как-то 10-12 евро за понародные недвижения. Такое судно, получается, надо платить 300-400 евро в год. Из вашей дохода 1800, минус вашей таксоподдержки, для вас 1400 евро в год как-то прибыль. Так что, возможно, такой вариант тоже возможен. Дамы и господа, формально мы уже срок преодолели двухчасовой, но еще несколько минут, несколько вопросов Горяну, и после этого будем завершать несколько вопросов по Болгарии. Давайте все-таки вернемся к тому, о чем мы говорили. Прогноз на цены на вторичную недвижимость к лету следующего года. снижение с учетом того, что основные покупатели граждане России и граждане Украины и за разницей курсов и невысоких цен на нефть находятся сейчас вне очень хороших финансов в финансовом состоянии. соединенные составляют сразу украинские большие взрывы. Я думаю, что в среде можно ожидать какие-то проценты снижения, но надо сказать, что если покупаете на вторичный рынок и цены уже снижены, если купить в тюрьму за 18 000 евро, я не думаю, что этот путь будет стоить как-то 15 в следующий год. Можно будет снижаться, можно повиситься. Если купить в тюрьму за 100 000 евро, тогда это совершенно другой вопрос. Я думаю, что если купить на 100 000 евро, то все-таки на следующий год вы за 100 000 евро эту плашину не успею продать. Есть ситуация, как мы говорим в Балгарии, ты зарабатываешь деньги не тогда продаешь, а тогда покупаешь. Если вы купите короче, скатертируйте уже короче цену, я думаю, что этот процент вас будет как-то смущать. То есть в реальности, если мы говорим о какой-то конкретной сделке, то по факту трудно рассчитывать на то, что через какое-то время цена, какой-то конкретный объект вдруг почему-то снизится еще на 5-6%. То есть какие-то варианты могут быть, но в среднем говорить об этом довольно трудно. Довольно трудно, да. Значит, здесь наша работа, когда мы консультируем, мы говорим, что если покупать это, надо ожидать, что эта квартира как-то упадет. Если купить это стоило за 15 тысяч, я думаю, что мы можем заработать. Так что этот 5% это как какой-то средний процент. Да, да. Так что конкретные сделки имеют конкретные параметры, надо обсуждать, смотреть, в общем, четко выбирать. Игорь Иванович, давайте тогда такой вопрос уже в завершении, но отвечая на вопрос одного из наших участников. Значит, тут предположим, человек покупает квартиру за 20 тысяч евро. Это вполне реальный объект в той же Болгарии. 20 тысяч евро, небольшая студия на курорте, 20 тысяч. Сколько месяцев в году ее реально сдавать? За 20 тысяч, если солнечная века, дали рассчитывать на больше 20. Не более чем 2, ага. Не более чем 2, 60 дней. Значит, получается, в июле и августе 100% занята. Она июль, сентября как поведет. Ну, это, Филипп, надо сказать, что это консервативный прогноз. Значит, некоторые люди, как сейчас по улице выглядели, получается, 90 дней, да? Ну, давайте работаем на консервативный прогноз. Но если вы купите в Софии, тогда будет как-то 12 месяцев. Ну, в студии за 20 тысяч евро в Софии нет. Так что, это другой вариант. Курортный недвижимость, это 60 дней, а в Софии, как бы, лично так, все по-другому, да? Ну, и тогда все-таки в завершении, по вашему ощущению, взаимоотношения, какая-то политическая стабильность и в самой Болгарии, и вот геополитические вот эти трения, которые сейчас происходят, насколько они повлияют в ближайшее время на рынок именно в Болгарии, и, соответственно, можно ли говорить о том, что вот эти цены, ну, там, 15, 20, 25 тысяч евро, они все-таки, ну, в какое-то в обозримом будущем сохранятся, плюс-минус небольшая динамика в ту или иную сторону? Ну, вы, Луфимик, знаешь, если мы говорим о геополитике, надо для Болгарии жить, надо понимать одна идея. Болгария очень красотовская страна. Людь в Болгарии красотовая. Мы не говорим о правительстве, мы не говорим о социальной власти, мы не говорим о сны. Когда люди приезжают в Болгарии, это ощущение очень четко нужно понять. Люди в Болгарии красотовая страна тоже. Так, 15 тысяч евро. Я стою за 15 тысяч евро, снизение на 15 тысяч евро, я думаю, что вообще это лучше. Значит, 15 евро такой порог для недвижимости, когда люди будут покупать. Если вы не были россиян, тогда будут люди из Исполнца. У нас сейчас много покупателей из Исполнца, не знаю почему. Если вы не поляки, тогда будут из семьи. Так что студию за 15, если вы хотите, я думаю, что это стоящая инвестиция. Если вы хотите купить луксовый пентхаус за 150 тысяч евро, тогда совершенно другое дело. Я могу гарантировать, что это 150 тысяч евро будет получать банку. Отлично. Но давайте я тогда в двух словах подведу итог. Как Горян сказал, Болгария на сегодняшний день по-прежнему остается рынком, на котором есть много интересных предложений, особенно если мы говорим о вторичном рынке. Сейчас вторичный рынок под неким воздействием цен, под неким воздействием интереса со стороны граждан России и граждан Украины ведет себя стабильно, но никакого особого роста уж как минимум нет. Есть даже, может быть, несколько снижения, потому что россияне и украинцы это важные покупатели, а с курсом евро и курсом гривны ничего хорошего по отношению к курсу лево в последнее время не происходит. Тем не менее, если мы говорим о инвестиционной привлекательности, то и не связываем ее никак с отдыхом народа, интересно присмотреться к коммерческой недвижимости Софии. А если мы говорим о недвижимости на побережье, то здесь из-за относительно короткого сезона сдача в аренду вряд ли принесет какой-то большой доход. Она скорее позволит сделать так, чтобы ваша недвижимость не была для вас финансовым обременением. И вот нашему пользователю хочу сказать, Гориан говорил о том, что 60 дней это минимальный срок. Минимальный срок, когда недвижимость можно сдавать гарантированно. Все, 60 дней это гарантия. Большая, это в определенном смысле зависит и от активности в конкретный туристический сезон, и от того, насколько успешно работает та компания, с которой вы работаете. В частности, с компанией New Estate, я думаю, вы можете связаться, пообщаться с ними. Они, насколько я знаю, имеют интересное предложение для тех, кто владеет недвижимостью в Болгарии. Ну, с ними мы еще на одном из следующих вебинаров поговорим. Гориан, спасибо огромное. Спасибо за участие. Филипп, спасибо вам большое. Получилось, наконец, знаешь, Wi-Fi, все новые технологии, не очень хорошие для вебинаров. Хвала Богу, что договорились в итоге. Спасибо большое. Последние несколько слов всем участникам нашего вебинара. Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо нашим экспертам. Гориан Вурбанов, директор компании New Estate, Болгария. Координаты компании сейчас в чате вы можете найти. Михаил Храпкин и директор компании BMG Invest, по-моему, блестяще рассказал о Германии. Насколько я мог судить по чату, обратная связь очень хорошая. Есть о чем говорить, есть нужный контент. Это одна из целей нашего вебинара. Карлен Калашан, руководитель компании... Его дружная команда из Финляндии, из Франции, из Латвии, из Португалии. Спасибо вам огромное за участие. Дорогие друзья, я хочу вам напомнить. Следующий вебинар 11 декабря, четверг. Это финальный вебинар в этом году. Мы очень постараемся, чтобы это мероприятие не только помогло вам, но еще и очень-очень запомнилось. Мы слышали, что Турция, Греция, Италия, Эстония, Англия, Карибские острова вызывают ваш интерес. К сожалению, за два часа обо всем поговорить невозможно. Но на Прианру много информации. Пожалуйста, обращайтесь. Наш вебинар, отчет о нем, о том, о чем мы говорили сегодня, с ответами на вопросы, и по тем странам, участникам, которых на вебинаре не было, вы все получите на электронную почту. Вы можете в ответных письмах спрашивать, советовать. Очень будем рады обратной связи. На этом прощаюсь с вами еще разочек. В следующий раз, вот точно в таком же формате, только ближе еще к Новому году и к Рождеству. Четверг, 11 декабря мы встречаемся с вами. А подробную информацию на сайте Прианру и в рассылках, на которые вы, уверен, подписаны. Спасибо вам. До встречи. И огромное спасибо нашим участникам. Ну и в первую очередь аудитории. Вы для нас самое ценное. Спасибо, до свидания. Спасибо.